МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это не компьютерная графика, а реальные снимки американского спутника. Черная дыра искривляет пространство и время, уничтожая звезды на своем пути. Вот одна из них попадает в гравитационное поле. Звезда, по размерам в сотни раз превосходящее Солнце, исчезает почти бесследно. Ученые давно предполагали, что черные дыры соединяют между собой параллельные миры. Теперь астрономы увидели, как это может происходить. Но для того, чтобы попасть в параллельную реальность, вовсе не нужно лететь в космос. Ученые находят черные дыры и на Земле. В конце 90-х в Перу обнаружили то, что древние инки называли вратами богов. Современные исследователи считают загадочное сооружение тоннелем между мирами. И, похоже, среди нас есть люди, которые знают, как открыть эту дверь. В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта на сегодня. Загадочный туман пришел в столицу из прошлого. Куда направляется зеленое облако, испугавшее москвичей? Обычно те, кто видел его, не возвращались. Послание дельфинов. О чем предупреждают разумные жители Мирового океана? Я не хочу уходить. Кто спас от верной гибели Армена Джигарханяна? И зачем погибшие животные возвращаются с того света? Вдруг открылась дверь, и на меня прыгнул Фил. Существа из иных измерений используют наш мир как лабораторию для опытов, признания людей, которых считали пропавшими без вести. Ощущение такое, будто на тебя направлен в свол винтовки, что ли? И уникальный эксперимент программы Тайны мира. На наших глазах человек отправляется в иное измерение. Другие цивилизации мы видим и наблюдаем. Тайны мира. Скрытая угроза. Существует ли параллельный мир? Есть легенда о граде Китеже, который бесследно исчез. И по сей день рядом с озером Светлояр в Нижегородской области слышен звук колоколов и церковные песнопения. А многие видят горящие свечи и очертания людей. Нетрудно в это поверить, но, похоже, существа из параллельного мира говорят с нами. И есть доказательства. 26 апреля этого года столицу накрыл зеленый туман. Странные облака двигались на Москву со стороны Калужской области. Лежние дома видно, а вот те, которые подальше, они как будто в дымке в какой-то. Причем такого зеленоватого цвета. Буквально за несколько часов все небо затянуло зеленой дымкой. Посмотрела в окно, удивилась, не поверила своим глазам. Зеленые облака, зеленые тучи гонит ветер жуткий совершенно. Такие клубы огромные. Люди бросились звонить в спасательные службы города. Появление зеленой субстанции в небе над Москвой стало главной темой новостных выпусков всех федеральных каналов. Сотрудники МЧС опровергли информацию о каких-либо выбросах опасных веществ. Эта туманная история продолжалась несколько дней. Зеленые облака исчезли так же внезапно, как и появились. Оказывается, зеленый туман был известен еще древним. Сказания о нем существуют на разных континентах. У народов севера, с которыми довелось кочевать, действительно есть предания о различных туманах, которые наводят страх, не пропускают человека. Такой туман не пускает чужака на святое место. Это реальный исторический факт. В конце 16 века купец Строганов основал на архипелаге Новая Земля, колонию по добыче пушнины. Однако вскоре, по непонятным причинам, поселенцы погибли. В средневековых архивах указано, что людей убила неизвестная зараза, вызванная зеленым туманом. Какие последствия могут ожидать тех, кто попал в зеленый туман? В районе Бермудского треугольника часто наблюдают зеленые облака. Есть версия, что, попадая в них, люди оказываются в ином измерении. А те, кому удалось вернуться, становятся безумцами. Каждый год в мире исчезают сотни людей. Исследователи аномальных явлений уверены, пропавших без вести стоит искать в ином измерении. Очень много людей, десятки и сотни тысяч пропадают безвозвратно. А может, это как раз уходы в иные параллельные миры? Вот у нас в Волжском, я уже знаю, по крайней мере, четыре человека, которые попадали в параллельный Волжский. Видели там, ходили. Это на всю жизнь осталось им таким очень мощным впечатлением. Такая история произошла с жителем города Волжский Владимиром Лебедевым. Мужчина вышел вечером из подъезда, но вместо привычной картины увидел пустые улицы в зеленом тумане. Ни кошек, ни собаки, они, говорю, про людей или машины. Безмолвие. И ощущение, что город мертвый в прямом смысле. На окна смотришь, просто черные провалы. Мороз по коже идет, уже непонятно, что делать. Ощущение такое, будто на тебя направлен свол винтовки, что ли. В поисках людей Владимир отправился к центру города. Он видел те же дома, те же улицы, что и всегда. Только вот по пути ему встретился всего один прохожий и явно не из мира людей. Легчайшее касание, будто бы. Оборачиваюсь, позади меня фигура человека, мужчина. В светло-коричневом плаще. Перевожу взгляд снова вперед. И практически та же фигура впереди. Когда он сумел меня обогнать, я не понял. В панике мужчина бросился обратно в свою квартиру. Поднимаюсь на третий этаж, включу дверь и сразу с маху бью по выключателю. Вспышка и мгновенно влетает в шум города. Бросаюсь на балкон, а двор забит людьми. Мгновения назад их не было, буквально несколько секунд. Владимир Лебедев уверен, он побывал в параллельном мире. Зеленый туман перенес его в иную реальность. В одном из самых опасных экспериментов Альберта Эйнштейна зеленый туман был просто побочным эффектом. Великий ученый решил развить теорию относительности и в одном уравнении связать гравитацию, электромагнитные поля и поведение элементарных частиц. Эта формула с далеко идущими последствиями – единая теория поля. Если говорить о параллельных мерах, о тех же самых вселенных, что они завернуты, как лента Мебиуса, вот так вот, и если ее проткнуть на свойство, можно попасть с одного измерения в другое. Эйнштейн смог научно обосновать тезис о множественности миров, мгновенного перемещения в пространстве и времени. Это уравнение описывает создание материи и времени – основ существующей Вселенной. Эйнштейн говорил, только в глубоких фундаментальных исследованиях начинаешь понимать, что в мире присутствует что-то, что выше человека, и что научные исследования проводятся вот именно под эгидой вот этого чего-то. Есть версия, что в 1943 году американские военные помогли Эйнштейну проверить его математическую модель на практике. По заказу ВМФ группа ученых должна была сделать эсминец Элдридж невидимым для радаров. 26 августа 1943 года американцы проводили опыты по телепортации. Но здесь надо сказать, что эти опыты, они были совершенно секретные. На корабле установили сверхмощные излучатели и генераторы. Когда технику включили на полную мощность, люди впервые в истории увидели, как работает единая теория поля. Вокруг Элдриджа возник тот самый зеленый туман. Эсминец сначала исчез с экранов радаров, а затем и просто исчез. В ту же секунду призрачный корабль увидели сразу на нескольких военных базах в Калифорнии. Это фактически та граница между параллельными мирами, в которых мы существуем и о которых мы не знаем. Считается, что Элдридж провел всего пару мгновений в параллельном мире. Но когда корабль вернулся в нашу реальность, из 180 членов экипажа в живых было только 20. Остальные погибли в чудовищных мучениях. Находили тела, которые буквально вплавились в обшивку корабля. Смотрите далее. Существа из иных измерений используют наш мир как лабораторию для опытов. Они похищают огромное количество людей. Эти люди побывали на борту летающих тарелок и получили пророчество для землян. Передо мной огромный оранжевый шар, искрящийся, светящийся. Послание дельфинов. О чем предупреждают разумные жители Мирового океана? Ты не хочешь уходить? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сегодня исследователи уверены, зеленый туман над Москвой не просто природная аномалия. Таким образом, сущности из параллельных миров пытаются выйти с нами на контакт. Но несут ли они угрозу или пытаются нас о чем-то предупредить? Мы же изучаем, например, мышек, кошек, собачек и так далее. Не считаем зазорным убивать животных и так далее. Почему по отношению к нашей цивилизации чисто земной другая цивилизация не может действовать соответствующим образом? Ученые считают, что наша цивилизация уже давно находится под пристальным вниманием инопланетного разума. Это видео было снято за три года до появления в столице зеленого тумана в 2009-м. Смотри! Как нам уже идет? Я думал, это подставо все! Когда мы просматривали видео этого облака, от него отлетел молниеносно некий объект металлический. Получилось, что это облако содержало в себе некий объект, какое-то материальное тело, который, может быть, и управлял им. Уфологи были едины во мнении. Таинственное облако пыталось донести до нас какую-то информацию. Получилось, что облако предупреждало нас об опасности. Стерегитесь астероида. Что было тут же подтверждено в этот же день падением астероида над острым Сулавеси. Вспомните знаменитый фильм «Люди в черном». Как инопланетные существа попадают на Землю. А это все реально. Рафаэлло Тамура, известный итальянский специалист по аномальным явлениям, утверждает, что многие из существ параллельного мира нелегально вторгаются в нашу жизнь с целью исследования. Жительница Подмосковья Светлана Литовченко в прошлом профессионально занималась музыкой. Но вот уже несколько лет она изучает звуки из параллельных миров. Своё настоящее предназначение Светлана осознала внезапно. Тот вечер она помнит до мельчайших подробностей. Я сидела в кресле. Вдруг вижу в окне пролетающий огненный шар, горящий. И скорее побежала вот сюда, на это место. Совершенно передо мной огромный оранжевый шар, искрящийся, светящийся. И вдруг летит следующий, ещё ближе. Огромный шар, и за этим след туда. Эти снимки – настоящая сенсация. Светлана успела сфотографировать загадочные объекты. Той же ночью женщину разбудил странный голос. Она сразу поняла. Гости из параллельных миров пытаются передать ей какую-то информацию. Ровно в 22.30 меня поприветствовали. И спросили, что я знаю про озоновые дыры. Это дневник Светланы. Сюда она записывает послание из иных миров. Сеансы связи выглядят примерно так. Женщина мысленно общается с сущностями из другого измерения. Задает вопросы. Всю полученную информацию Светлана Литовченко фиксирует на бумаге. 26 июля – это фактически через месяц – первый контакт с Шамбалой. 12 сентября – это, считайте, через три месяца – посвящение в ученики Космического Братства. 16 января провела первый сеанс с НЛО. Потом начались уже сеансы полёта. Состоялся полёт на Марс, на Плутон. Светлана Литовченко утверждает, людей, способных расшифровывать звуки из параллельных миров, немного. Но на нашей планете есть существа, которые могут принимать и передавать эти сигналы. Представляете, дельфины могут быть проводниками в параллельные миры. С древних времён и до сегодняшнего дня они считались особенными животными. Американские учёные сделали открытие. Дельфины понимают язык космоса. Весной 2012 года биологи забили тревогу. Популяция дельфинов может исчезнуть. Дельфины словно сошли с ума. Они сами выбрасываются на берег. Такие случаи зафиксированы в Крыму, Бразилии, США, Новой Зеландии, Перу. Это похоже на массовое самоубийство. Этот факт поставил учёных в тупик. Никто не может понять, почему обитатели морских глубин подплывают к берегу так близко. Что-то становится губительным для них. Доктор естественных наук Галина Карпова считает, что дельфины не просто посредники между нашим и параллельным миром. Это существа с инопланетным разумом. С точки зрения науки я говорю, что если скрестить человека и дельфина, то получился бы прекрасный вид, который бы жил и в море, и на суше, и ему было бы не страшно ничего. Сама Галина утверждает, что может разговаривать с дельфинами на одном языке и умеет расшифровывать их предсказания. Чтобы убедиться в этом, вместе с Галиной мы отправляемся в московский дельфинарий. Здесь она и попробует установить контакт с пришельцами из параллельных миров. Я вас слушаю. Ты не хочешь уходить? Дельфин подплывает к Галине Алексеевне и словно пытается что-то ей сказать. Эти животные общаются при помощи ультразвука, поэтому биолог даже теоретически не может понимать их язык. У человека нет таких органов восприятия. Кто из вас вырос на свободу? Я поняла, я поняла, что ты мне рассказываешь. Можно вопросы задавать, или вы меня будете спрашивать. Ты доволен, когда дети приходят? Скажи, пожалуйста. Я понимаю. Галина Алексеевна общалась с дельфинами почти час. Она точно определила, что один из них появился на свет в неволе. Другой родился в океане и был пойман сотрудниками одесского дельфинария. В это сложно поверить. Биолог точно пересказала биографию каждого дельфина. Галина Алексеевна действительно сказала правду. Рамзес у нас рожден в неволе. Я удивлен этому, просто поражен. Галина Карпова уверена, массовые самоубийства дельфинов не случайны. Таким образом, они пытаются нас о чем-то предупредить. Они могут предсказать землетрясение. Мне они сказали, конечно, могут. Мы делаем это, но нас не слышат. Вот так и подаем мы сигналы, но нас никто не слышит. И либо не хотят слышать. Смотрите далее. Кто заставляет московскую художницу выводить древние письмена на своих холстах? Я являюсь неким таким факсом, приемником той информации, которая идет сверху. После клинической смерти он заговорил сразу на ста языках. Сердце у меня не билось около девяти минут. И уникальный эксперимент программы «Тайны мира». На наших глазах человек отправляется в иное измерение. Другие цивилизации мы видим и наблюдаем. Как открывается дверь в параллельный мир? Ключ к ней подобрать несложно. Тех, кто научился это делать, называют контактерами. Вы никогда не узнаете их в толпе. Внешне они такие же, как мы. Вот только мир в их представлении другой. И это как будто мы смотрим плоскую картинку, а не фильм в формате 3D. Для ученых давно не секрет, что наш мир не единственный. И речь даже не о других планетах, на которых есть разумная жизнь. Физики считают, что существуют тысячи вариантов самой Земли. Эти реальности никогда не пересекаются, поэтому их и называют параллельными. Есть еще один уровень, есть еще. Так, и где мы, да? И вот это все. Ну, это условно, вид сверху, да? А вот так вот, в профиль так, то же самое. Они все параллельные миры. Это другая цивилизация. Ту, которую мы не можем видеть. Эти реальности развиваются независимо друг от друга. В привычном мире на Земле господствует человек. А скажем, в мире номер 51 на нашей планете все еще живут динозавры. Возможно, и более экстремальные варианты. Земля с внезапно потухшим солнцем или выжженная атомной войной. В этих мирах тоже есть свои ученые. И они наверняка ищут путь в наш мир, который для них является параллельным. Они похищают огромное количество людей, вырезают у них железо внутренней секреции, занимаются зверскими экспериментами, то есть контакты четвертого рода, половые контакты между некими монстрами и, значит, земными женщинами и мужчинами, насильственные контакты, значит, обычно рождается у женщин в этом случае ребенок без мозга. Но возможно ли в принципе перемещение между параллельными мирами? Исследователи уверены, люди, умевшие путешествовать в ином измерении, были всегда. Джордана Бруно, я подозреваю, был контактером, потому что настолько он упорно стоял на своих концепциях, что пошел даже на костер. В современном мире Блаватская, Рерихи, все семьи Рерихов были контактирующими людьми. Эдгар Кейси, уже известный, Баба Ванга. Исследователи утверждают, в последние годы число людей, научившихся понимать и расшифровывать знаки из параллельных миров, растет. И это неспроста. Актриса Алена Матвеева, 15 лет проработавшая в театре на Малой Бронной, о параллельных мирах никогда не задумывалась. Они сами вторглись в ее жизнь. Во время операции женщина впала в кому. Зал белый, много дверей. И впереди огромная, ну, такая врата, скажем так. И при всем при этом я вылетаю на какой-то, ну, каталке, куда меня везут вперед ногами. Я в середине этого зала, и сбоку боковым зрением я вижу своего брата и отца. Я тяну к нему руки, и они меня оба делают, ну, как бы не сейчас. Врачи буквально вытащили Алену с того света. После этого у актрисы открылся еще один талант. Она начала рисовать. Но не просто картины. Ее рука словно бы сама выводит на холстах непонятные символы. Я являюсь неким таким факсом, приемником той информации, которая идет сверху. Ну, можно так сказать. Мне было самой очень интересно, что это. Алена уверена, эти символы не плод ее воображения. Это зашифрованные знаки, которые диктуют ей существа из параллельных миров. Чтобы разгадать тайну загадочных полотен художницы, мы обратились к известному полиглоту Вильмельникову. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса как человек, знающий более ста языков, в том числе и древних. Феномен этого человека до сих пор не дает покоя ученым. Сам он утверждает, что необычайные способности открылись у него после клинической смерти, которую он пережил в Афганистане. Я себя осознал движущимся на разнопеременных скоростях в толще некого такого глобального соляриса. Этот солярис состоял из некого подобия жидких кристаллов. Из их стыков, из их взаимопереливов до меня доносились какие-то странные речи на неизвестных мне языках. Мы проведем эксперимент. Сможет ли Вилли Мельников расшифровать символы на полотнах Алены? Увидев картины, эксперт сразу развеял наши сомнения. Одного взгляда Вилли хватило, чтобы вынести вердикт. Художница, сама того не зная, использует в своих картинах древние языки. Вот явно строчка на смеси языка Непали, тибетского и гуджарати. Во время съемки происходит невероятное. Алена Матвеева внезапно садится за холст. На картине появляются новые знаки. Вилли переводит нам древние иероглифы, которые только что написала художница. Учись у стен и тому, что ты в них развешиваешь. Твои ледяные солнца, которые ты сам сочинил. А безмолвие – это универсальный язык. Вилли Мельников убежден. Эти послания – своеобразный шифр, ключ к которому пока еще не найден. Может, это предсказание будущего? Или нас хотят о чем-то предупредить? Эксперт уверен. Феномен художницы – пример прямого подключения к каналу информации из другого параллельного мира. Далее в нашей программе. Они гуляют сами по себе. Во времени и пространстве. Они могут видеть эти другие миры. Вторая жизнь армена Джигарханяна. Кто спас его от верной гибели. От этого прыжка я проснулся. Я увидел, что еду по противоположной дороге. Что ищут существа из параллельных миров на выставках Никаса Сафронова? А утром обнаружили на мониторах шары летающие, как бы из картин вылетающего. Исследователи океании нашли в джунглях Новой Гвинеи людей, которые живут сразу в двух измерениях. Каждый воин племени Оолунгов несколько раз в день впадает в транс и переносится в другую реальность. Антропологи видели, как застывшие аборигены падали замертво, а их тела неожиданно покрывались чудовищными ранами. Сами Оолунги объясняют, что в другом мире их племя вынуждено воевать с огромными монстрами. В чем причина этих перемещений в аномалиях самого места и в особом образе жизни, который ведут Оолунги? Учитель географии Николай Сас утверждает, чтобы найти вход в параллельный мир, не надо отправляться в джунгли. В наших лесах тоже немало загадочных мест. Обитателей иных измерений он называет духами. Этот лес полон духов. Благодаря им, древним богам и духам, они выжили. 14 лет назад сельский учитель географии бросил все – дом, семью, работу – и ушел в лес. Свое новое жилище он построил на дереве. Вот этот домик я строил на высоте 17 метров. Неужели бы я его построил, если бы я не был в согласии с лесными духами? Духи рассказали Николаю, что в прошлой жизни он был вождем древнего племени и усмирял темных сущностей из параллельного мира. Выходит, когда-то бывший учитель географии мог выглядеть вот так. Вместе с Николаем поселился кот. Эти животные тесно связаны с параллельными мирами. Не зря и другой контактер, художница Алена, в какой-то момент стала расписывать древними иероглифами фигурки котов. Есть такая версия, что они все инопланетяне. Есть такое поверье у египтян, что если смотреть между ушей кошки, то можно увидеть то, что видит она. То есть она видит, ей дано видит то, что не видим мы. Параллельный мир, существ и так далее. Вы когда-нибудь задумывались о контакте с параллельным миром? Может быть, для этого не обязательно смотреть на звезды? По мнению американского уфолга Брэда Стейджера, рядом с нами живут существа из других измерений. Это кошки. Они путешествуют в другие миры, не покидая вашей гостиной. Первыми о феноменальных способностях кошек, по всей видимости, узнали древние египтяне. Кошкам здесь поклонялись как посланникам богов и хоронили как фараонов. Например, у города Бенихасан археологи нашли некрополь, в котором были похоронены 80 тысяч кошек. Причем каждая из них была мумифицирована. Еще более загадочное совпадение зафиксировано в древнеегипетском языке. Несколько тысяч лет назад кошку называли Мэу. В переводе с египетского это означает «зрячий». Кошки, в отличие от нас, они знают, куда нужно пойти, чтобы найти тот портал связи с другими мирами. Они этим часто пользуются. И многие сверхъестественные способности кошек, они как раз связаны с тем, что они могут видеть эти другие миры, они могут с ними общаться, они могут привлекать для себя силу из этих миров. О сверхъестественных способностях кошек хорошо знает народный артист Армен Джигарханян. Кот Фил 20 лет путешествовал с актером по съемочным площадкам. Даже уезжая на гастроли в Америку, Джигарханян брал с собой кота. Это была моя последняя невероятная любовь. До сих пор, уже ее 3 или 4 года, его нет уже. Знаешь, я вижу его. Я слышу его, слышу. У меня ощущение, что вот он открывает дверь. Артист уверен, кот Фил сейчас где-то в параллельных мирах. И нередко навещает своего хозяина. Однажды Фил вернулся с того света, чтобы спасти ему жизнь. Армен Джигарханян ехал со съемок и заснул за рулем. И вдруг я увидел, вдруг открылась дверь и во сне, естественно, и на меня прыгнул Фил. От этого прыжка я проснулся. Я увидел, что еду по противоположной дороге. Вот так я с Филом увиделся уже несуществующего Фила. Если бы мы понимали язык кошек, мы бы гораздо больше знали о своем будущем. Ведь кошки чувствуют приближение беды. Известно много случаев, когда кошки спасали жизнь своим хозяевам. В иных измерениях кошки получили удивительные способности. В научной литературе описаны сотни случаев, когда животные преодолевали тысячи километров, разыскивая своих хозяев. Елена потеряла своего кота в Париже. Она шла в 600 километрах от столицы Франции. Когда мы увидели кота на пороге дома в Тулузе, то у меня просто волосы стояли дыбом, у меня мурашки были по всему телу, и мой мозг судорожно искал логического объяснения этому феномену. Объяснить такое перемещение кошачьей памятью невозможно. Ведь Лениному коту просто нечего было вспомнить. Он никогда не был в загородном доме в Тулузе. По всей видимости, животное умеет использовать то, что астрономы называют кротовыми норами. Тоннели мгновенного перемещения в пространстве. Кошки могут перемещаться именно по этой кротовой норе, совершенно необъяснимому лазу, известному только для нечисти и для кушек в том числе. И они могут перемещаться действительно в пространстве. Велика вероятность, что кошки транслируют послания из иных измерений. Лучше других это знают люди с образным восприятием мира. У знаменитого художника Никаса Сафронова есть целая серия картин, где кошки и люди одно целое. То есть переселение душ, люди иногда входят в тела животных. И в частности, самые близкие для нас – это кошки, конечно. Любимая модель Никаса – его кошка. Она для него в прямом смысле проводник. Когда-то маленький котенок вывел художника из глубин египетской пирамиды, в коридорах которой однажды заблудился. В кромешной темноте он провел три дня и уже думал, что похоронен заживо. Я очнулся и увидел, как идут мимо меня какие-то странные люди. Это были то ли маски, то ли это действительно были люди с головами этих животных. И я вижу, что стена, но они входили как бы в стену, иногда выходили из другой стены. Я понимал, что я вторгся в какой-то необъяснимый для меня мир, который не мой. Путь к выходу художнику показала непонятно откуда появившаяся кошка. Никас забрал свою спасительницу в Москву и назвал Клеопатрой. Многие исследователи считают, что полотна Никаса Сафронова это зашифрованные послания из иной реальности. Вот уникальные кадры камер видеонаблюдения. В галерее Оренбурга, где выставлены картины Сафронова, ночью возникают светящиеся объекты. Они перемещаются по залу, входят и выходят из картин. Сам Никас считает это не случайным, поскольку с детства встречался с подобными явлениями. Я был маленьким, когда мы ночевали на Сенавале летом. К нам подлетел ашар такой. Он был такой удивительный, зеленый, голубой. И он как бы двигался, и что-то там происходило. Как будто это вселенная. У Никаса тема прозрачных сфер присутствует во многих работах. Словно что-то заставляет художника изображать эти фигуры в самых неожиданных местах. Может, сейчас потусторонние силы ищут живописца. Одна из картин которого, в конце концов, откроет дверь в иное измерение. Смотрите далее. Что скрывали советские космонавты и как ученые хотели узнать космические тайны. Опасно, когда пролетают НЛО, иногда вглубивают всю-всю-всю аппаратуру. Как попасть в параллельный мир? Уникальный эксперимент программы тайны мира. Другие цивилизации мы видим и наблюдаем. И что ожидает человека по ту сторону света? Ты можешь просто уйти и не вернуться. Сегодня в студии мы проведем уникальный эксперимент, во время которого Николай, наш уважаемый гипнолог, ведет в транс Руслана. И мы посмотрим, удастся ли Руслану соприкоснуться с параллельным миром, войдя в особое состояние сознания. В нашем эксперименте принимает участие Руслан, студент третьего курса. На то, чтобы ввести молодого человека в транс, гипнологу потребовалось 3-4 минуты. Руслан, посмотрите, ладошка вот сюда. Только вашу руку можно? Вот сюда, смотри. По телу пошло расслабление, легкость и спокойствие. Руки ваши расслабляются все больше и больше, хорошо. Руки ваши расслаблены. На глазах Анны Чапман происходит невероятное. Руслан словно действительно на какое-то время оказался в параллельном мире. В гипнотическом сне он рассказывает о том, что сейчас видит. Мы начинаем видеть и наблюдать живые существа. Это что-то человекоподобное. На двух ногах. Угу. Рус. Немногим, кажется, лучше человеческого. Планшаркт. Поршина, отличающаяся от того, что мы привыкли видеть. Все это похоже на генетические фигуры. Полные генетические фигуры. Состояние транса люди использовали с древнейших времен. Смысл такого гипноза в том, что человек становится посредником между нашим и потусторонним миром. Исследователь аномальных явлений из Волжска Геннадий Белимов одним из первых в Советском Союзе стал изучать состояние человека в гипнотическом сне. Уверяю вас, тот свет существует. И мы там проводим вполне полноценную жизнь, более полноценную, чем здесь. Здесь мы временно в гостях. Эти исследования были неофициальными. Ученые проводили их на свой страх и риск. И никто из энтузиастов не знал, что аналогичные методики еще до них проверяли на советских космонавтах. По официальной версии, их гипнотизировали для того, чтобы подготовить к состоянию невесомости. Известный летчик-испытатель Марина Попович считает, эта теория была лишь прикрытием. Скорее всего, ученые хотели узнать то, о чем умалчивают космонавты. Обязательно мы что-то видели, невероятное что-то. Это шары, которые перемещаются то зигзагом, то набирают высоту, то снижаются. Опасно, когда пролетают НЛО, иногда выбивают всю-всю-всю аппаратуру. Во время нашего эксперимента мы хотим узнать, насколько глубоко обычный человек может проникнуть в параллельный мир. Гипнолог Николай Захарченко объясняет Анне Чапман. В состоянии гипнотического сна сознание человека может переместиться в иное измерение, вернуться в прошлое или заглянуть в будущее. При этом физическое тело человека становится абсолютно безвольным. Вот она стоит парафеновая рука, вот смотрите, мы можем ее довернуть вот так вот. Вот как я довернул, вот она так и остается. Мы можем пальцы вот растопырить, вот они растопырились, вот. И вот мы можем ее оставить вот в таком состоянии, но значительное время просто рука не будет двигаться. Многие исследователи уверены, вступать в контакт с представителями параллельных миров очень рискованно. Что ожидает человека по ту сторону света, неизвестно. Это очень опасно, потому что, значит, ты можешь просто уйти и не вернуть. Науке давно известно, мир состоит из множества измерений. Эта теория существует еще со времен Ньютона, а Эйнштейн математически обосновал ее. Астрофизики говорили, портал между параллельными мирами существует в далеком космосе. И предсказывали, что аналогичные переходы из одного измерения в другое рано или поздно обнаружат и на Земле. Но никто не знал, что это произойдет уже в наше время. А сами черные дыры будут вести себя вопреки всем космическим законам. Параллельные миры – излюбленная тема писателей-фантастов. Вспомним Алису в «Стране чудес» или рассказ Герберта Уэллса «Дверь в стене». А ученый Альберт Эйнштейн был уверен, рядом с нами существует измерение, которое является зеркалом нашего мира. В одном мире вы, например, смотрите передачу «Тайны мира» со мной, сидя на диване в своей гостиной, а в другом – летите на самолете. Но что будет, если параллельные миры пересекутся? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...